В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Маршрутки, курсирующие по муниципалитету, подвергают тщательной дезинфекции. Обрабатываются в процессе все поручни, сидения, подлокотники. Высокотехнологичные операции проводят в Видновской районной клинической больнице. Не бывает одинаковых пациентов, не бывает одинаковых ситуаций в операционной. В рамках программы «Добрых рук дела» в Расторгуевской библиотеке открылась выставка «Дарите людям красоту». Так как у меня много цветов, я собрала выставку эту. Администрация Ленинского городского округа старается держать ситуацию с пандемией под контролем. Сейчас большое внимание уделяется санитарной обработке мест массового скопления людей. Таким местом является и общественный транспорт. Как в муниципалитете дезинфицируют маршрутки, проверила депутат городского округа Зимфира Морозова. Подробности в репортаже Юлия Погосян. Вот таким образом после каждой смены дезинфицируются маршрутные такси, которые работают на территории Ленинского городского округа. Процесс не быстрый, но зато надежный. Надев защитные костюмы, сотрудники компании-перевозчика «Ран Транс» сперва маршрутки моют, как положено, с пеной и щетками. Затем приступают к обработке салона. Скажите, пожалуйста, чем вы обрабатываете транспортные средства? Дезинфицирующее и моющее средство, которое убивает все бактерии, мы пользуемся именно аламинолом. Это не является рекламой какой-то. Здесь написан состав, чего входит. Обрабатываются в процессе все поручни, сидения, подлокотники. Средство не несет угрозы для здоровья человека и не вызывает аллергическую реакцию. Быстро выветривается, но хорошо убивает микробы. На балансе компании-перевозчика порядка 150 маршрутных такси. Поэтому на процедуру дезинфекции уходит вся ночь. Я думаю, достаточно эффективно. Пока, по крайней мере, не было ни одного заражения здесь. Будут какие-то другие средства сильнее. Будем, значит, еще обрабатывать больше и лучше. Чтобы ознакомиться с процессом санитарной обработки, объект посетили общественники и депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Земфира Морозова. Они уже пару месяцев находятся в тесном контакте с перевозчиком и следят за его работой. Решается много вопросов. Не все сразу получается. Что-то чуть позже, что-то быстрее. Но в любом случае диалог есть. Процесс идет. И как раз сегодня мы с Земфирой Аратовной решили лично посетить базу перевозчика и посмотреть, как производится дезинфекция автобусов. Земфира Морозова просит жителей не поддаваться панике, соблюдать правила личной гигиены и не доверять непроверенной информации. Сейчас ведь сотрясает не только нашу страну, а весь мир. И поэтому я, наверное, ничего нового не придумаю, если скажу, что нужно соблюдать элементарные правила гигиены. Но и самое главное, мне кажется, не поддаваться панике, соблюдать внутреннее спокойствие. И еще очень важно соблюдать информационную гигиену, но только для того, чтобы уже не сойти с ума от всего того, что происходит. Мне кажется, при всей этой ситуации нужно сохранять свое лицо и свое достоинство. Стоит отметить, что санитарная обработка маршруток идет и во время смены. Минимум два раза в день водители протирают поручни и сиденья дезинфицирующими средствами. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно ТВ. Дом по адресу Жуковский проезд 1 был построен почти 40 лет назад. За это время в нем несколько раз проводились косметические ремонты. Но в нынешнем году планируются работы более масштабные. Именно они стали предметом обсуждения на встрече жителей дома с представителями управляющей компании и депутатского корпуса. Этот дом был одним из первых на Жуковском проезде. По меркам 80-х годов прошлого века вполне современные и комфортные. Но, как говорится, годы берут свое. Во всем доме грибок, разрушаются панели дома. Поэтому это просто жизненно необходимый. Дом ледяной, у нас торцы мерзнут, просто промерзает. У нас пятая квартира, она торцевая. Мы там замерзаем. Теперь здесь проведут капитальный ремонт кровли и фасада. Его инициатором выступил депутат Олег Федоров, который встречался с местными жителями и знает о проблеме не понаслышке. Была проделана определенная работа. Депутатский корпус выделил средства для ремонта крыши и фасада. И теперь остаются, как говорится, моменты такие технические, скажем так. Управляющая компания проведет тендер и выберет подрядчика, который займется ремонтом. На встрече с жителями были озвучены и сроки окончания работ. У нас подписание паспорта готовности. И все это подгружается в систему АИС ГЖИ. Жилинспекция очень жестко контролирует эти работы все. До 1 сентября. Назром Нигматович Абдулаев – активный житель и также принял участие в импровизированном совещании. Он живет в этом доме со дня сдачи в теперь уже далеком 1982 году. У него прекрасная память. Помнит каждый ремонт. Частичные ремонты были. Вот я помню, 98-й год, там по кровле было 2008-м. А так вот, ну и швы, частичные ремонты были. В советское время ремонт делали. Ну, года 3-4 назад тоже частично. Теперь за кровлю и фасад возьмутся основательно. Бюджет ремонта – 10 миллионов рублей. А следить за качеством работ будут не только ответственные государственные и муниципальные структуры. Сегодня на встрече прозвучала фраза о том, что жители не просто должны, они просто обязаны, мне кажется, следить за ходом работ. Они должны смотреть, как это все происходит, оценивать качество работ и, естественно, их принимать. Таким образом, эта встреча – только начало большой совместной работы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Видновской районной клинической больнице оказывается высокотехнологичная помощь не только жителям Ленинского городского округа. Лечиться сюда приезжают пациенты из Москвы и других городов. Наша съемочная группа заглянула в святая святых больницы, операционную, чтобы узнать, как именно делают востребованное сегодня эндопротезирование суставов. Как мы и договаривались, Мария Федоровна, не волнуемся. И первые суточки немножко надо будет поберечься, не встал. Москвичка Мария Федоровна Буланова готовится к эндопротезированию коленного сустава. Для нее это уже вторая подобная операция. Два с половиной года назад ей прооперировали одну ногу. Но спустя время появилась хромота и боль в другой. И она, не раздумывая, обратилась за помощью в РКБ. Наши врачи делают прекрасные операции по замене суставов. Я пришла к тому же врачу, которому я с удовольствием не идут, но я с доверием таким, спокойно иду на эту операцию. Операции по эндопротезированию суставов относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Эти дорогостоящие и сложные хирургические манипуляции проводятся в РКБ бесплатно по квоте не только жителям Ленинского городского округа, но и пациентам из других городов России. За последние три месяца здесь сделали уже более 30 подобных операций. Операция длится порядка двух с половиной часов, два с половиной часа, в зависимости от сложности. Потому что не бывает одинаковых пациентов, не бывает одинаковых ситуаций в операционной. Операцию Марии Федоровне проводит лично главный врач у РКБ Бутай Бутаев. Уже на следующий день ей разрешат вставать. Эндопротезирование подразумевает раннюю реабилитацию. А весь реабилитационный период занимает два-два с половиной месяца. Именно тот период, в течение которого происходит интеграция костной ткани в установленный имплант. Поэтому в течение этого времени нужно давать дозированную нагрузку. В больнице пациенты находятся в течение недели. После приезжают снять швы на 12-14 сутки. В дальнейшем такие пациенты наблюдаются в амбулаториях. Там же могут делаться перевязки, снятие швов. Всегда всех своих пациентов мы этапно наблюдаем. Как говорят медики, болезнь легче предотвратить, чем лечить. Своевременное обращение к врачам и правильно назначенное консервативное лечение часто помогает избежать операции. Ну а если хирургического вмешательства не избежать, знайте, высококлассные специалисты в РКБ помогут встать на ноги. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ. В рамках программы «Добрых рук дела» в Расторгуйской библиотеке открылась выставка Анны Грушиной Хасай «Дарите людям красоту». В экспозиции представлено 15 натюрмортов. Познакомиться с творчеством видновской художницы отправилась и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Цветы Анны Грушиной Хасай старается писать на ровном, спокойном фоне, который позволяет сосредоточить взгляд зрителя на главном. Картины с букетами сирени, пионов, незабудок, нарциссов выделяются изяществом и педантичной отрисовкой нюансов. Хотела порадовать женщин. И так как у меня много цветов, я собрала выставку эту с цветами. Потому что большинство женщин любят цветы. Анна Васильевна признается, что работать в этом жанре непросто. Основное внимание сосредоточено на деталях. Нужно до мелочей продумать всю композицию. Композицию я где-то еще в школе знала, надо сделать как композицию. А вот именно как его развернуть, как лепесток повернуть. Рисовать картины Анна Грушина Хасай начала только когда вышла на пенсию. Хотя мечтала стать художницей с детства. В 90-х годах занималась в центре занятости у великого художника нашего видновского Виталия Сергеевича Миронов. Ходила на курсы к нему живописи. Но там в основном была природа, пейзажи. Сейчас в ее коллекции более 50 картин. Преобладают в основном пейзажи и натюрморты. Все работы выполнены маслом и акварелью. В планах освоить и новые техники. Меня интересует техника мастихином. Масло мастихином – это такая маленькая лопаточка. И вот такое, как прикладное искусство. Выставка «Анна Грушина Хасай. Дарите людям красоту» в Расторговской библиотеке продлится до мая. Эпидемия не дает провести открытие выставки, торжественно собрать людей. Но мы приглашаем индивидуальных посетителей в нашу библиотеку. А также с выставкой можно ознакомиться на странице нашей библиотеки ВКонтакте. В рамках программы «Добрых рук дела» сотрудники Расторговской библиотеки предоставляют прекрасную возможность жителям города проявить свои таланты, а также привлечь других читателей к реализации собственных творческих идей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.